Дорогой садгуру, хорошо известно, что желание является причиной всех страданий и напряжения в жизни. Но будучи женой и матерью, будучи женой и матерью, я не могу избавиться от этих желаний. Мне нужен ваш совет в этом вопросе. Спасибо. Спасибо. Видишь ли, у тебя появились желания не потому, что ты жена, а также мать. Если бы ты не была ни чьей женой, то, когда ты еще была не замужем, ты хотела стать чьей-то женой. Затем, когда вышла замуж, хотела стать матерью, чтобы у тебя был ребенок. Теперь, когда у тебя есть ребенок, ты говоришь, что ребенок и муж заставляют тебя желать. Это не так. Даже если бы ты никем, никому не приходилось, желания все равно горели бы внутри тебя. Не так ли? Да или нет? Даже если ты никем, никому не приходишься, все равно желания будут гореть в тебе. Не так ли? Так что не нужно считать, что у тебя есть желания из-за ребенка или мужа или семьи или чего-то еще. Ты пожелал у чего-то в любом случае, потому что такова твоя природа. Теперь в своем вопросе ты заявляешь, что желание – это источник всех страданий. Желание не является источником всех страданий. Неудовлетворенное желание – вот источник всех страданий. неудовлетворенное желание. это источник вашей радости. Неудовлетворенное желание – источник ваших страданий. Что же делать с желаниями? Стоит ли нам уничтожить желание? Я знаю, что есть такие учения. Вы должны убить все свои желания. Пока не уничтожите желание, страдания никуда не денутся. Слышали о таких учениях, да? Но, если вы хотите уничтожить все свои желания, все, что у вас будет – это огромное желание уничтожить свои желания. И это желание никогда не будет удовлетворено. Я не хочу никаких желаний. Разве это не желание? Да или нет? Да. Так что, если вы будете пытаться прибегать к таким ловкам, у вас ничего не получится, потому что желание не стремится к чему-то конкретному. Энергия, которую вы называете желанием, ничем не отличается от энергии, которую вы называете жизнью. Если вы хотите попасть из точки А в точку Б, вам нужно желание. Не так ли? Сегодня вы здесь не благодаря автобусу или машине. Сегодня вас привело сюда ваше желание. Не так ли? Что потом отправит вас домой? Ваше желание. Что заставит вас есть? Ваше желание. Таким образом, то, что вы называете желанием, совсем не отличается от того, что вы называете жизнью. Жизнь. Есть желание. Сама основа жизни — это желание. Не так ли? Поэтому, если я скажу вам, «Убейте желание», единственный способ сделать это — повеситься. Другого способа нет. «Я хочу умереть» — это тоже желание. Не так ли? Да или нет? Поэтому не обманывайте себя подобным. Желание — это самая суть вашей жизни. Но в то же время вы знаете, что желание бесконечный. Если исполнится одно, тут же возникнет другое. Если исполнится и оно, сразу же возникнет следующее. Вы постоянно в этом процессе. И очевидно, что некоторые желания не будут реализованы. Такие желания причиняют вам много страданий. На самом деле, когда мы начали, и именно это и рассматривали. Просто не употребляли слово «желание». Внутри вас есть нечто, что стремится стать чем-то большим, чем вы являетесь сейчас. Не так ли? Это желание. Таким образом, конечная цель ваших желаний — это безграничность, ваша бесконечная природа. Но поскольку вы не осознаете этого, вы создаете неосознанное проявление этого стремления стать безграничным. Не нужно уничтожать свое желание, потому что вы просто не сможете этого сделать. Может ли кто-нибудь уничтожить свое желание? Возможно ли это? Это совершенно невозможно, потому что это жизнь. Просто вам нужно сделать желание осознанным процессом. Сейчас это происходит неосознанно, потому что сейчас ваши желания даже не связаны с вами. Пожалуйста, взгляните на это. Сейчас вы живете в Тривандруме или Тирванантапураме. У вашего соседа большая машина. Что вы хотите? Вы хотите, чтобы у вас было две такие машины. Но если, допустим, вы ничего не знаете о машинах, живете в глубинке, и у вашего соседа большой буйвол. Чего вы будете хотеть? Чтобы у вас было два таких буйвола? Таким образом, ваше желание — это некая реакция на социальное окружение, в котором вы находитесь. Не так ли? Так происходит потому, что ваше стремление к расширению находит неосознанное выражение. Если вы превратите свой процесс желания в осознанный процесс, тогда желания не будут проблемой. Желание — это прекрасное средство, которое может эффективно перемещать вас. Даже если вы хотите достичь наивысшего, вам все равно нужно желание. Не так ли? Да или нет? В любом случае, ваше желание — это стремление к безграничности, стремление к своей наивысшей природе. Вам лишь необходимо привнести в него осознанность. Если вы привнесете осознанность в ваш процесс желания, он станет прекрасным инструментом. Если он находит неосознанное проявление, тогда он заставляет вас метаться как сумасшедшего, заставляет бесконечно носиться. Так что... когда вы жена, мать, сейчас ты мать, и это немалая ответственность. Ты принесла еще одного человека на эту планету. Какого человека ты создашь? Это огромная ответственность. Не так ли? Речь не просто о размножении. То, каким будет следующее поколение, находится в твоих руках, как матери. Не так ли? Да? То, какие люди будут жить на этой планете в следующем поколении, определяется матерями сегодня. Не так ли? Когда на тебя такая ответственность, ты не можешь позволить себе жить неосознанно. Ты должна стать осознанной. Особенно это касается женщин. Это очень-очень важно. Это очень-очень важно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!